И в дым нашил. Не, Мисута делал это четко по звуку. Да, серк с АВП показывается уже. Аутиматик хорошо работает против просвета. Дальше на квадрате остается, разворачивается. Выход. Ой, как хорошо это было. Аутиматик! Первый клатч. Я бы сказал, первый его хайлайт на этой карте, да и вообще после. Ребята, готовят раскидочку и вырыв на главку. Первая спина. Вот здесь, по-моему, погорячился Дэн. Но все же три минуса. Четверых забрал. Там где-то еще один отъехал. Аутиматик, Флатча, попытается все-таки исправить то, что наворотили здесь на этом центре его тиммейты. Как же Апекс хорош? Возможно, это Эйс в данном раунде. Не играет активно. Дэн замечает еще раз Аутиматик. А Мисута добивает. Я скажу одну. ОСи сейчас должен сбривать веста, хотя нет. Нет, все-таки ОСи забрал. Броки. Один на один остался против нитро. Потому уже имеется информация. Броки! Самый тот фраг. 2-3 Корриган сбривайли же. Да, была у нас уже такая позиция, но нет, на флай. И отменяет выход от Броки, который был слишком активен. И дальше уже можно выйти в плент и поставить эту бомбу. И Керриган красный. У него есть диффузы. У Рейна Хаешка. Нельзя погибать Рейну. Здесь ни в коем случае на флай пытаются выйти на перестелку. Как же он выкатывает эти шары стальные. Но дальше надо отойти и уже поиграть под этот смог. Коварный однозначно на флай. А за центральным заметили. Он забирает еще одного Керригана. И играет против последнего Нафа. Третий минус. И раунд в пользу команды из Америки. На базе Б. Как же это было сложно. И лишь добивает все же Керригана. После этого размена врывается Робску. Да, на Шокса. И тот выигрывает важную дуэль, которую часто проигрывал. В первой половине, но сейчас пытается вернуться Ришар Паперен. Дальше Хао. Как же проходится по голове Твиста. Даже там флешка не нужна. Хотя они тоже летели. Шокса. А имит еще и Рейна. Вот он раунд от французского бомбардира, который спускается. Так, тут у нас активности на центре. Посмотри, какая флешка. Оу, Си. Оу, Ши. Что произошло? Там одна флешка, Броки и Робс отлетают вообще в одну секунду. И теперь несемся на точку А. Так командует Ильич. Там под себя Болик просто не выйдет дальше. Ну ладно, у Нафлая все спокойно. Там хотя бы на Банане нет поджимов. Но Твист уже горит. Надо выйти. Забирает одного Нитро. Дальше размен. Нет. Нет, все-таки получится. У Оу, Ши все хорошо в этом раунде. А зачем ему АВИК? А зачем ему АВИК, если можно так стрелять с калаша под флешки своих тиммейтов? Вот оно. Там, конечно, стояет на свой спрей. Славил Ниждан, да? Ниждан. Да, тут Броки хорошо с деглом не выпускает Апекса на точку Б. Там только сейчас залетает смок на 90. Ну и по сути он отменяет этим минусом выход на Б. Но ребята идут. И скорее всего уже... Они просто понимают, что их скорее всего запушили Са. Времени мало. И Броки пытается выжить за тройкой. Пока что пытается спрятаться Броки. Уверенный хэдшот. Ну еще одного. И тут вообще все красиво делает Броки. Несмотря на то, что его тиммейти на банане немного не доиграли в своем эпизоде. Потому что Дюприта будет первый, кто встречает оппонентов. Пока он прячется за колонной. Тут распихивает все. Рейн, Керриган падает под ним. Зайбу не выпускает. Броки падает. Также четвертым тут твист, который даже не смог нормально пострелять. Перекрестный, не перекрестный огонь. Вот так вот. Кстати, такой же диффенс, такая же модель диффенса частенько использовалась в первой половине. Это поражение капитана. Дальше пятна четыре. Два человека на больших песках. Как пройти? Это на самом деле Керриган. Слепой побивает Меджеска. Капитанский грязный. Дальше Дюпри. Что делает? Старые времена проверка. Плантас. Преедим в два свою ситуацию. Опять проигрывают ребята из команды. Бриса Бриса пока не может нормально выйти. Шокс вообще сидит лишь вместе с ним. Но все. Можно даже не пикать. А гранаты еще нету. Да, тут надо выходить и строго попадать. Вот какой красавчик сел. И второго Бриса. Убедительная работа от Бриза. И 12 секунд до конца раунда. Бомба будет установлена. Наф за тележкой Нитро догоняет. И Нитро нужно сейчас сделать так, чтобы... Ох, все. Это минус Наф, походу, нет? Но тематик не пикает его. Тайминги вообще ужасные для Нафа. Он забил на плент. 1 на 1 Нитро. Остался против Бриза. Кто кого там? Бриз выламывает этот угол на себя. Бриз ждет. А здесь лишняя флешка. И Нитро становится легкой жертвой для Бриза. Да, часто бывает такое, что вот Нитро... Игроки, вернее, на месте Нитро, они убивают одного на больших песках. Они понимают, что второй где-то на пленте. Потому что он же и ставил бомбу. Они играют в динамике. Но не берут флешку. Нужно на размин на флай. Убивается Ирка. Дальше не пройти Бриза. Какая стрельба у него. Просто по головам. Но нет, не пройти. Оуси! Оуси останется в складче 1 на 1 против автоматика. Тот только мчится на точку А. Ну и, в принципе, Оуси знает, с кем имеет дело. Понимает, что это опорник Базбе. Он будет либо с медла, либо в библе, либо с КТ, с арки. И надо устанавливать бомбу. Раньше установки соперник точно не откроется. И, мол, это длина. Дыма нету. Тайминг уже для него, конечно, критический. Вот здесь можно себе надумать лишнего. Бомба, кстати, ужасная. То есть он даже с ней уходить не будет. Он останется прямо в планете. Ну, дергается. Видишь, не понимает, что там происходит. Ой, какой молик неприятный. Флешка еще накрывается. Аутиматик будет рашить дальше. Оу! Зачем третья граната? Затащил. Ладно, нужна была, видимо. Понял, что можно сходить на Б, хотя бы попытаться. А здесь... Ну, здесь пока что... Прабл после первого фрага. Три человека перевелся. Круто, но у Робса было преимущество в позиции. Там стрейфиками. Стрейфиками. Да, стрейфики плюс угол обзора. Все это сработало. То есть префайр от Эллиджа был достойным. Но вот стрейфы от Робса оказались сильнее. Броки. Спокойно забирает игрока на центре. Откидывает флеш. Ну и не дает, естественно, выйти на длину своим соперникам. Отличная снайперская винтовка и работа с нее от Броки. С подключением, Броки. С подключением, Фейс, клан. Вспомни, первое, точнее нет. Второй раунд, который забрали Фейзы, был очень даже уверенный. Ну и все. Эллидж хочет допов. Один коктейль и немного удачи. Ну вот Эллидж, как же так? Еще один минус от Шакса. Команда, Фейс, клан. Доходит до точки. Три в два, Олти. Включился. Отомстил бывший в очередной раз. И ситуация два в два. Два красных игрока у команды Фейс, клан. Рейн и Твист. 19,25% против двухсотых на флайе Нитро. Как же подгорает. Капитан и, возможно, лучший квадчер команды Ликвид. Есть Коктейлис. Коктейлус. Две флешки. Коктейль Молотова. Коктейль Молотова мимо. Тюрьма. Это не позиция для Фейзоу. Ну, флешку нужно для Нитро сейчас как-то нашифровать. Скорее всего, так и произойдет. Нав готов ее откинуть. Ну, хорошее решение. Выпуск ковров под флешечку. Мне нравится. Флешка пока что оставляет. Вне блайда. Твист. Квадрокилл. Твист. Твист. Ну, почти эйс. Это квадрокилл с ассистом. Это почти эйс. И команда Ликвид все-таки хочет допов. Не, ну 2 в 5 это вообще феноменально. И кто же здесь был главным героем после этого приема? А, это Оуси. Это Оуси, который не менял позицию. Промазал, попытался уйти. И ушел прямо на спрей своего соперника. Это браво. Квадрокилл плюс ассист. Главное усиление команды Фейз уже действует на банане. Проходит по банану. И понимает то, что бомба устанавливается на кабине. Игроки атаки не проявили инициативы к КТ. И не понимают, откуда ждать соперника. Но вот он, вот он. Хороший минус. За ОУ спалил свою позицию. Нет дефюз китового Робса. Это может быть проблема. Но бомба была установлена не так давно. Поэтому шансы остаются. Робс. 2 в 5. Фейз клан вытягивает эту пистолеточку. Виталити, что там по реакциям? Как же круто сыграл Твист и Робс. Робс помог. Робс помог определенно вовремя. С учетом того, что есть еще красный Мэджиск. Ну, должны закрывать этот раунд. Зайву. Один против троих. Уже сделал Зайву. Два минуса. Только Эйс спасает Виталити в этом раунде. Один на один против Броки. И походу есть информация. Ну, по бомбе поймет, что тот за цементом. Он на 100%. Ну, ладно. Вот теперь не на 100. О-ой-ой-ой. Такой не должен проигрывать. Все было близко. Но и дуэль. Формилка на машине. Формил Аван. Но это один на один. Для Броки. Броки. Фейкует Броки. Стрейф. Пулька. И раунд за Виталити. Фишечный выход. Раскидывается база П. Выход с монстра. Фулл Блайнд Мэджиск. Зайву за колонной. Так, никого. И Дил Рейн оформляет первого. Оформляет второго. Это безумные пистолеты от команды Фейс Клан. С качественными дымами и флеш-гранатами при выходе с монстра. И команды Виталити походу сейчас пойдет печь блины. Два в пять. Апекс и Дюпри. Нет, походу камбэк отменяется. Да, это походу пора печь блины. А как норвежец это сделал? Идеальная раскидка позиции опорников базы Б. Ну, точнее, против опорников базы Б. Все были в блайнде. И все были не готовы. Рейн. Это что, квадрокилл? Походу. Дайте эйс. Дайте эйс этому перцу. Ай, ну почти, почти. Ну, хотя бы дал инфу, где последний тоже эйс. Инфа это тоже эйс. Если тиммейт.